Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте! Сегодня в Абакане прошла генеральная репетиция Парада Победы. Напомним, в этом году впервые мероприятие выходит на республиканский уровень. Репетиция праздника началась в церемонии возложения венков у Вечного Огня и военного парада на Первомайской площади. В связи с этим сегодня с самого утра перекрыты центральные улицы Абакана. Советская Карла Маркса, Ерыгина, Ленина и Щетинкина. В репетиции участвовали непосредственно действующие лица будущей церемонии. Представители военного комиссариата, МВД, ФСБ, наркоконтроля и других силовых ведомств. Возложение венков проходило под звуки симфонического оркестра, также прозвучали залпы. Репетиция парада продолжилась на Первомайской площади. Там сегодня уже устанавливают трибуны для ветеранов. За всеми приготовлениями лично наблюдает Виктор Зимин, временно исполняющий обязанности главы Хакасии. Задача нашего поколения не просто достойно праздновать, а праздновать на самом высоком уровне этот праздник и передать его молодому поколению. Чтобы не переписывал никто историю, ни нашей страны, ни мировую историю. И особенно заслуги наших дедов и отцов. Добавим, репетиции будут проводиться каждый день вплоть до 9 мая, поэтому движение по центральным улицам в районе проведения праздника будет ограничено. И сегодня в Абакане открылась вахта памяти. Традиционно ее будут нести школьники возле Вечного огня в Парке Победы. Почетное дежурство продлится несколько дней вплоть до 9 мая. По традиции нести почетный караул будут ученики всех школ города. От каждого учебного заведения сформированы отряды по 25 человек. В Алтайском районе неизвестные варварски разрушают кладбище, разбивают надгробия, вырывают кресты, списывают памятники. Местные власти закрывают на это глаза. Отчаявшиеся люди готовы дежурить на могилах усопших. Продолжит тему Ольга Стельмах. Кладбище в селе Очуры. Здесь хоронят уже несколько веков. Но никогда, вспоминают сельчане, к священному месту так кощунственно не относились. Сегодня она обрастает грязью. Мусор не вывозят месяцами. К тому же полностью не загорожено. Захоронение топчет бродячий скот. В преддверии же родительского дня вид могилок родных и близких и вовсе для многих стал настоящим шоком. Корзина у нас вот под цветов здесь. Была вот здесь валялась. Все цветы были выброшены. Валялись. И у бабушки все было залито краской. Бесчинства начались еще несколько лет назад. Однако в последнее время кладбищенские налетчики стали особенно циничны. Поджигают могилы, скидывают надгробия. Оскверняют памятники бранными словами. Выдернули кресты, сбили памятники. Туда дальше немножко проходишь. У людей обгорожено такими цепями. Цепи в куче, приготовленные уже для сдачи. Кто надругался над памятью усопших и чувствами их родственников? На этот счет у сельчан есть своя версия. Вот эта надгробница, которую заливали три раза. Чьи-то детские ножки здесь были. Ну, видимо, подростковые. Все это было обломлено вокруг. Просто молодежь уже стала безбашенной. Нету ничего святого. Елки на Новый год спиливают. Где-то у кого-то посажены. Ну как вот взять с кладбища и поставить в доме елку? Главы сельсовета на рабочем месте не оказалось, впрочем, как и участкового. Сами жители утверждают, много раз обращались, но власти бездействуют. Сегодня люди доведены до отчаяния и сами готовы дежурить на могилах. Между тем, вандалы опять бросают вызов. Эти кадры с камеры мобильного телефона жители Ачур выслали уже после нашей съемки. Надгробия их умерших родственников вновь осквернены. Ольга Сильмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. И как нам только что стало известно, жители Ачур все же вышли охранять кладбище. Каждый день могилы обходят несколько человек. И так будет, заявляют люди, по крайней мере, до родительского дня. Впрочем, визит нашей съемочной группы привлек внимание и правоохранительных органов. Участковый уже взял показания у пострадавших родственников. Идет проверка. О ее результатах мы обязательно расскажем в одном из следующих выпусках программы Вести Хакасия. Добавим, виновникам разрушений грозит реальный срок. Какой? Зависит от того, как расценят ситуацию при возбуждении уголовного дела. Хулиганство или вандализм. Православный мир продолжает отмечать светлое Христово воскресенье. У верующих начались дни Светлой Седмицы. В течение недели в крупных храмах Хакасии пройдут архиерейские богослужения. Их возглавит владыка Иоаннафан. А в ночь на 5 мая во всех храмах Абаканской епархии прошли пасхальные службы. На одну из них побывала наша съемочная группа. На праздничных богослужениях в храме преподобного Серафима Саровского уже давно тесно. Но эта теснота радует. С каждым годом количество прихожан неуклонно растет. За последние несколько лет приход значительно помолодел. И рядом с традиционными православными старушками на службах стоят семьи. Сегодня смотрю много уже новеньких. Пожилых уже мало моего возраста. А так приходят. Ближе к полуночи под звон колоколов верующие совершили крестный ход вокруг храма. И уже у центрального входа отец Александр приветствовал собравшихся словами пасхального благовестия. Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Эти слова звучали во всех храмах республики. Их сегодня насчитывается более 40. Есть церкви, которые возводятся с нуля или восстанавливаются. О расширении мечтают и прихожане храма преподобного Серафима Саровского. Очень народу много тесновато, что... А в общем разницы нет. Вся служба такая же. Только что вот помещение маленькое. Я как-то привыкла к этому храму. Хоть он маленький, но родной какой-то. В настоящий момент готовится проект о расширении площади храма. Пристройка увеличит пространство примерно на 40 квадратных метров. О сроках реконструкции пока не говорят. Строить церкви дело небыстрое, как любое строительство затратное. На божью помощь здесь уповают, но и от благотворительной поддержки не отказываются. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В пасхальный вечер хулиганскую выходку совершили два молодых человека на телевышке в центре Абакана. Они пробрались на охраняемый объект со стороны парка Орленок и залезли на 40-метровую высоту по опорам телемачты. По тревоге были стянуты сотрудники полиции, МЧС, работники Хакасского радиотелевизионного передающего центра, которому принадлежит мачта. Молодые люди, видимо, хорошо отметившие праздник, вначале чувствовали себя героями, работали на публику, ведь в парке Орленок собралось два десятка зевак. Но затем, когда нарушители поняли, что за выходку придется отвечать по закону, вступили в переговоры с полицией, выдвинув требования предоставить им возможность уйти безнаказанно. В итоге, после полуторачасового пребывания на башне, оба нарушителя спустились на землю сами, но от сотрудников полиции им скрыться не удалось. Оба были задержаны. За хулиганство и неповиновение законным требованиям представителей власти они будут привлечены к административной ответственности. Шашку для имитации разрыва артиллерийского снаряда взорвал житель Абакана в одном из общежитий города. Мужчина доставлен в больницу с ожогами лица и рук. Со слов пострадавшего, все произошло случайно. Взрыв прогремел 4 мая в общежитии ПУ-5 на Советской. 31-летний мужчина был пьян. В комнате он находился не один и случайно привел шашку в боевое действие. И чтобы избежать жертв, выбросил ее в окно. Шашка разорвалась на уровне второго этажа. Никто из прохожих не пострадал. А вот здание получило незначительные повреждения. На первом этаже потрескались пластиковые окна. Сейчас полицейские проводят проверку по этому делу. За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность. Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное хранение, приобретение взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и так далее. Предусматривает наказание, лишение свободы, до 4 лет лишения свободы. Правоохранительные органы города Абакана сейчас устанавливают, каким образом вот этот опасный предмет оказался в руках этого молодого человека. Полиция Абакана работает в усиленном режиме. Такой вариант внесения службы продлится до конца майских выходных. О трудовых буднях полицейских в праздники мы пригласили поговорить заместителя, начальника полиции Абакана. Интервью смотрите после выпуска новостей. Продолжаем выпуск. Хакасия отметила Первомай. Все меньше россиян воспринимает этот день как праздник весны и труда. Такую статистику дают социологи. Впрочем, на практике очевидного подтверждения этому не нашлось. По крайней мере в Абакане. Первомайская демонстрация в этом году растянулась почти на полтора километра. Подробности в нашем следующем материале. Поздравляем жителей Республики Хакасия с Первомаем! Ура! Организаторы обещали собрать на демонстрацию пять тысяч человек. И, похоже, не обманули их. Колонна двигалась от гостиницы «Дружба» до Первомайской площади. И демонстранты заняли практически половину этого расстояния. Впечатления очень прекрасные. Вот погода бы получше была, вообще бы прекраснее еще было. Ну, а так вспоминается старые времена, ностальгия по старым временам. Ну, как всегда, на Первомайе ветрено. С погодой не очень повезло. Но настроение замечательное, люди веселые. Все-таки сегодня день, который солидирует, объединяет всех людей, всех взглядов. Праздник труда, он востребован. Людей много. Люди пришли с веселым, с хорошим настроением. Поэтому с праздником вас! В этом году демонстрация все же немного отличается от прошлых. Во главе колонны обычно шли профсоюзы. А в этом году они поделили место с Народным фронтом. В середину поставили предприятия, замкнули шествие политической партии. Мы, как говорится, из Советского Союза, да? Для нас демонстрация – это поднятие духа народа. Понимаете? Независимо, в какой мы партии, мы едины. И мы справедливы. Поэтому мы здесь, и все. Мы надеемся. Ура, ребята! Ура! Единственные, кто на Первомайе был в плохом настроении, так это коммунисты. Они колонну замыкали и духом единения не заразились. Вся власть народу! Вся власть народу! Буржуев на нары! Рабочих на Канары! Буржуев на нары! Рабочих на Канары! Мы единственная партия трудового народа, поэтому приходится защищать права. Протестных настроений коммунистов никто не поддержал, поэтому уже с Первомайской площади они ушли. А праздник продолжился. Дорогие земляки, вот действительно, с праздником труда, с праздником весны. Я не буду говорить о наших успехах, а они и есть в республике. Хотел бы сегодня поклониться действительно человеку труда. Этих бы успехов мы бы никогда не добились без рабочих рук и без этих светлых голов. Все равно этот праздник консолидирует, этот праздник наш, мы его будем праздновать. Да, были возгласы, здорово, что они есть. Мы все разные и все-таки. Мы россияне, мы хакасы, мы любим свою родину, мы ей гордимся. Всем процветания, счастья, добра, благополучия и достатка в ваших домах. Поздравляю вас с праздником. Ихар Никас, Семен. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести Хакаси. Это все, о чем мы успели рассказать вам в нашем выпуске. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok